И чтобы не дать людям пробудить свой разум, социальные паразиты с новой силой навязывают наркотики, алкоголь и табак, часто предлагая их как средство открытия сознания. Что происходит в момент приема этих веществ и как они способствуют деградации разума? После потребления наркотики быстро через кровь попадают в мозг. И когда концентрация этих ядов достигает критической или становится сверхкритической, происходит следующее. Чтобы расщепить эти яды, сущность или душа человека преобразует мозг, как бы раскрывает его, чтобы нейтрализовать яды. Но те потоки энергии, которые проходят через мозг и расщепляют наркотические вещества, одновременно быстро разрушают те его участки, которые не были готовы к подобным нагрузкам. В течение всего этого времени человек в состоянии видеть и слышать другие уровни реальности, чувствовать себя так, как не чувствовал никогда в своей жизни. И человек уже неудержимо начинает тянуть вновь и вновь к тому состоянию блаженства и могущества, которое он однажды испытал. А для того, чтобы мозг мог раскрыться снова, требуется все большая и большая доза наркотиков. Мозг вновь раскрывается, и еще сильнее разрушаются его структуры. В результате этого организм и структуры сущности очень быстро и безвозвратно разрушаются. Любая попытка человека заставить раскрыть мозг, когда он эволюционно не готов к этому, равносильно попытке силой раскрыть незрелый бутон цветка. Можно развивать свои способности, не разрушая свой мозг и свою сущность, а наоборот, создавая себя. Для этого нужны знания, истинные знания законов природы, процессов, происходящих в нас самих и вокруг нас. Однако получение знаний является необходимым, но недостаточным условием развития разума. После того, как человек получает знания, необходимо действовать, анализируя ситуацию и осознавая ответственность за каждый свой поступок. Только во время конкретного действия человек меняет себя сам, меняет свой мозг и эволюционно развивается. В этом случае действие будет тем эффективней, чем выше понимание ситуации, законов природы или социума. Разумно ли, например, оставаться в стороне, когда на плотно застроенной улице пожар полыхает в соседнем доме? Этот абсурдный образ справедлив для тех, кто бездействует в меру своего непонимания. Принцип «Моя хата с краю» и восклицание «А что я один могу сделать» не без помощи социальных паразитов стали общепринятыми. Между тем наши предки говорили «И один в поле воин, коли он по-русски скроет». Была еще одна пословица «Бейся там, где стоишь». Она призывала умело действовать на своем месте и в своих возможностях, не оглядываясь на обстоятельства и окружающих. Многие из нас начинают действовать подобным образом. Ликвидируя свое невежество, люди начинают разумно противодействовать многочисленным, навязываемым цивилизационным достижениям. Например, они внимательно относятся к продуктам питания, стараясь уменьшить количество ГМО и пищи, отравленной химией на своем столе. Часть этих людей поступает еще более разумно. По мере сил подключаются к просвещению в более широких масштабах. Ведь в пределах одной семьи не удастся избежать потребления ГМО, если и всему окружающему социуму будут навязаны эти продукты и технологии. Подобная деятельность наблюдается и в других сферах нашей жизни. Люди начинают активно и разумно противодействовать тому, что ведет к физической или духовной деградации. И это под силу всякому человеку, который пользуется разумом в рамках своих возможностей и в своих условиях. Каждый человек должен стремиться развиваться сам, ведь делать это за счет кого-то невозможно, как нельзя сделать зарядку за другого. Сделай за меня зарядку, а! Ладно. Спасибо, друг. Если рассматривать развитие разума не с точки зрения тела человека, а с точки зрения эволюции сущности, души, в течение многих воплощений, то картина становится еще более интересной. Остаться на том же уровне развития после смерти физического тела довольно сложно, так как на развитие нового тела сущность затрачивает определенный потенциал. А значит, не только в случае деградации индивидуума, но и в случае, если не происходило развитие разума человека в течение его жизни, общий итог воплощения можно считать отрицательным. Это одна из причин, по которой в дальнейшем сущность будет воплощаться в тело с генетикой низкого уровня, характерной для некоторых народов, даже если текущее воплощение происходит в славянской генетике, которая славится своей созидательной силой. Когда действия каждого из нас будут в полном смысле этого слова разумными, с полным осознанием ответственности за каждый свой поступок, наш народ сможет занять то место, которого он достоин, а за ним и вся цивилизация Мидгард-Земли, освободившись от вируса паразитизма, выйдет на совершенно новый этап своего развития. Субтитры создавал DimaTorzok